Привет, кадеты! Это Дорожные войны и рубрика прогнозирования дорожных ситуаций. Сегодня мы разберем следующую дорожную ситуацию. Это наш торопливый Джо на мотоцикле. Он едет по утреннему городу по своим делам. Джо едет по главной дороге и вблизи перекрестков нет. Около обочины плотно стоят припаркованные машины. Но Джо ни за что не волнуется, ведь он едет по главной дороге. Только впереди с правой стороны выезд с парковки. Но за него наш Джо тоже не волнуется, ведь у него главная дорога. Если отсюда кто-то и будет выезжать, то он должен нашего Джо пропустить. Наш Джо подъезжает к выезду с парковки и здесь он замечает, что с парковки выезжает машина. Водитель этого автомобиля не мог вовремя заметить Джо из-за припаркованных у обочины машин. Чтобы увидеть, что происходит на дороге, водитель автомобиля выкатывается чуть-чуть дальше, чем нужно. Джо замечает его в последний момент и решает ускориться. Но обороты у мотоцикла были слишком низкие для быстрого ускорения. Автомобиль бьет мотоцикл в заднее колесо. Мотоцикл падает на бок. Сам Джо не пострадал, ведь он был в экипировке. Но мотоцикл нужно ремонтировать. Итак, когда мы подъезжаем к выезду со дворов и парковок, какие опасности нас могут ждать? Видимость водителя часто ограничена припаркованными машинами. Если водитель отъезжает от своего дома, то он может быть просто еще не собран или не проснулся, или у него до конца не отпосели окна. Водитель может выезжать, объезжая ямы во двора. И ему может быть не до мотоцикла. Также может быть разный уровень дороги. Он может просто скатиться на сцеплении. Что нам делать, чтобы снизить риск? Первое, это мы всегда должны быть готовы сделать маневр, либо ускориться, либо оттормозиться. Потом держимся левой части своей полосы или дороги. Так нас быстрее заметят. Если здесь сплошная, а мы едем с другой стороны, нет уверенности, что водитель не будет ехать через сплошную. И помни, мотоциклист всегда прав, когда жив и цел. А теперь задача для тебя. Ты едешь по левой стороне дороги. Справа, на выезде с парковки, достаточно давно стоит автомобиль. Но он стоит достаточно глубоко в повороте. И сейчас мимо него проезжает другой автомобиль. Пиши в комментариях, какие опасности нужно предвидеть, чтобы тебя не сбили, и к каким маневрам нужно быть готовым. Если ты считаешь этот ролик полезным, поддержи нас лайком и обязательно поделись этим видео в своих соцсетях. Так ты внесешь вклад в безопасность на дорогах своего города.